Марита Марита любил солнце больше всего на свете. «Какие люди злые!» – говорил он. «Мне даже не разрешают поглядеть на солнце!» Солнышко Марита видел только, когда его выпускали на луг пощипать травку. Марита смотрел на солнце, прищурившись сквозь белые ресницы и приговаривал. «Ах, так хорошо! Ну, погрей мне нос!» «А теперь уши! А теперь погрей спину!» Он радовался солнцу, подпрыгивал и резвился, как жеребенок. Но капризному ослику нравилось не только солнце. Он любовался полем, лесом, домиками и дорогой и думал, как все красиво. Люди хорошо сделали, что выдумали природу. Смотреть на нее приятнее, чем стоять в конюшне за этой дурацкой дверью. От счастья Марита начинал кататься по земле, кувыркаться и дрыгать ногами, как вдруг на дороге появлялся хозяин с большой палкой в руке. «Эй ты, сумасшедший осел! Встанешь ты или нет? Что, палки захотел?» Ослику ничего не оставалось, как подняться и опять щипать травку. «Одно и то же!» – ворчал Марита. «О себе-то хозяин заботится, ест каждый день разные. А я, кроме травы, ничего. Неужели нельзя дать ослику чего-нибудь повкуснее? Ведь есть салат, морковка, капуста, а еще яблоки и виноград. Ах, виноград! У него такой чудесный сок! Только подумаешь о нем, как слюнки текут, и сразу хочется прыгать и петь. Но по ночам, как странно, все делается очень грустным. Дверь в конюшне становится больше, а ночь темнее. Стоишь и думаешь, смотря какой виноград. Ну да все равно, лишь бы дали побольше, но никто не дает. А когда я прихожу на виноградник и дотрагиваюсь губами до сочной кисти, все начинают кричать на меня, гнать, бить палками, как будто нельзя один раз попробовать. Меня всегда сторожат, словно я не ослик, а хищный зверь. Иногда я тихонечко, без шума, отвязываю цепь и осторожно выхожу за калитку. Потому что если глупые кувры услышат шум, они сразу проснутся и закудахчут. Коровы замычат, поросенок захрюкает и поднимется такой крик, будто слетелось тысяча чертей. И, как всегда, прибежит хозяин с палкой. Я знаю, все ко мне плохо относятся. А за что? По-моему, не за что. Может, из-за того, что я иногда поем тайком зерна из мешка. Коровы и куры считают, что зерно только для них. А им еще дают смешанный корм, а мне никогда. Поэтому я и беру свою часть. Я считаю, что это мое право. Больше всего мне надоедает, что все норовят класть мне на спину тяжелые мешки. Они думают, если меня навьючить, это доставит мне удовольствие. Почему тогда и не нагружают коров, которые такие толстые и вообще ничего не делают? Убежать бы. Куда глаза глядят? Как мне все надоело. Иногда я говорю хозяину, ну неужели ты не можешь нагружать меня понемногу? Но он притворяется глухим. А я, чтобы заставить его слушать, брыкаюсь и сбрасываю тяжелые мешки на землю. Хозяин злится и нагружает меня еще больше. Хочет проучить. Иногда жена хозяина берет меня в город. Она запрягает меня в тележку и вешает мне по бокам большие корзины с овощами. Если дорога ровная, я люблю тащить тележку. На это совсем не надо сил. Я даже несусь галопом. Я мчусь и вижу собственную тень, которая не отстает от меня. И мне становится весело. Когда мы приезжаем в город, меня привязывают к ограде. Вот обида. А мне так нравится город. Мне хотелось бы побродить по городу, посмотреть витрины магазинов, почитать последние новости в газете. Да где уж. Только когда нет сена, мой хозяин пошутит. Сегодня на ночь ослу нечего давать. Ладно, дадим ему газету. Пусть почитает. Пока хозяйка ходит по делам, покупает сахар и кофе, я должен стоять, уставившись в стенку. И когда мимо проходят люди, они смеются надо мной. Иногда подбегут мальчишки. Они гладят меня по носу и говорят ласковые слова. И тут же ни с того ни с сего начинают издеваться, дергают за уши, а потом отвязывают. Тогда я отправляюсь гулять по улицам. И вдруг все бегут за мной и орут, как будто увидели чёрта. Тут прибегает хозяйка и угощает меня плёткой, чтобы я надолго запомнил прогулку. И снова меня впрягает в тележку. Грузит в неё всё, что можно. Хозяйка подумала и о коровах, и об этих глупых курах. Им купили зерна и кукурузы, а мешки с кукурузой и зерном должен тащить я. Возвращаемся мы домой, и опять я должен улюбоваться скотным двором, смотреть на этих кур и коров. Я терпеть не могу коров. Они меня раздражают. Если бы вы видели, как они едят, эти противные коровы. У них в кормушке всегда свежая трава, зерно и вкусная болтушка из муки. Они жуют целый день. А когда я приближаюсь, чтобы только чуть-чуть попробовать мучной болтушки, они смотрят на меня жабьими глазами и норовят боднуть. Правда, когда коров нет рядом, я съедаю их обед. Иногда у них в кормушке бывает моя любимая тыква. Она очень нежная, и я глотаю её кусок за куском. Часто я говорю хозяину, послушай, почему ты заботишься о коровах лучше, чем обо мне? Он отвечает, какой глупый вопрос. Может быть, ты будешь давать мне молоко? Конечно, у меня нет молока, говорю я. Но чем же я виноват? И ещё они меня обзывают дураком. Да разве корова повезёт мешки на базар? И у кого ещё такие красивые уши, как у меня? Почему же за коровами ухаживают лучше, чем за мной? Поросёнок тоже выводит меня из терпения. От него на скотном дворе грязи больше всего. А какой противный у него голос, когда он орёт. Правда, он очень меня любит и никогда не ругает. Да ему можно и не завидовать. Когда делают колбасы, его дела не ахти какие хорошие. Вот чего я не понял, так это что сказал при мне хозяин на днях. В конюшню пришёл какой-то человек посмотреть на меня. Он положил мне руку на спину, потрепал по носу и сказал. Хорошо, сколько вы за него хотите. О, это необыкновенный осёл. С ним мне тяжело расставаться. Вы не первый, кто хотел бы его купить. Но я его не продам. Марита стоит столько же, сколько весит. Это настоящее сокровище. Я обомлел. Я не верил своим ушам. Он всегда бил меня дубинкой, ругал, не давал зерна. И после этого говорит, что я сокровище. И что он меня очень любит. Если он меня так любит, то зачем покупал автомобили? Мне всегда стыдно за тех, у кого есть машина. Где осёл, там машина не нужна. От неё ужасный шум и пахнет хуже, чем от поросёнка и коровы. Ей ещё необходим бензин, а я, сказать по правде, не переношу его запаха. У меня от бензинового запаха всё внутри переворачивается. Вы только подумайте. Купил автомобиль. Где справедливость? Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...